Онкология наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями одна из основных причин смертности людей в мире и в Украине. По данным медиков, ежегодно онкологию обнаруживают у 160 тысяч наших граждан. Из них 90 тысяч умирают. Что особенно печально, 30% больных это люди среднего возраста. В Одессе на сегодняшний момент, благодаря программе здоровья городской, мы стараемся не терять марку нашего города. У нас по сравнению с Украиной, по некоторым показателям заболеваемости, смертности, мы все-таки улучшили свои показатели. Онкологические заболевания, как правило, заявляют о себе в самый неподходящий момент и их не всегда можно предвидеть. При этом важно знать о факторах, которые могут спровоцировать рак. Необходимо проявлять внимание к подозрительным сигналам, которые подает организм. Особенно это касается людей, которые входят в так называемые группы риска. Это люди старше 60-ти, те, у кого есть наследственная предрасположенность к подобным заболеваниям, ожирение, плохое питание и курение. Врачи уверены, если рак диагностировать на ранних стадиях, то он излечим. Рак – это несколько иная проблема. Это многостадийный процесс, который развивается из одной ненормально начавшей делиться клетки. И для развития этого процесса могут требоваться не недели, месяцы, а годы. У женщин наиболее распространенным онкологическим заболеванием является рак молочной железы. У мужчин рак легких и простаты. В Центре здоровья молочной железы заметили странную тенденцию – увеличение грудной железы у мужчин. Обращаться к нам, конечно, основная масса – это женщины. Но в последнее время отмечается рост заболеваемости мужчин. Мы таким пациентам тоже оказываем помощь. Мужчины, женщины, подростки с гинекомастией. Например, в 2019 году у нас с гинекомастией пациентов было 98 человек. А в прошлом году, несмотря на ковидные ограничения и карантинные мероприятия, у нас уже их было 127. То есть неуклонный рост. Четвертая стадия рака – это тоже не приговор, уверяют профессионалы. Выздоровление зависит от правильной тактики лечения и от агрессивности заболевания. В Центре здоровья молочной железы установили новое оборудование стоимостью 5 миллионов гривен, которое может за пару минут показать проблемные места. Лучевая нагрузка минимальная, всего 0,3-0,4 миллизиверта, поэтому бояться этого не надо. А диагностическая ценность очень большая. То есть поворачивается вот эта вот S-консоль, здесь производится получение необходимой информации, которая потом выводится на дисплей и к рентгенологу. Смещением вот этого вот образования мы производим дозированную компрессию. Можем увеличивать подозрительный участок для поля детализации. После того, как снимок сделан, он отправляется в руки врачей, которые определяют будущее лечение. Вот патология, вот ее замечательно видно. Вот эта вот штучка, ее не должно быть. Симптомы болезни самые разные, все зависит от вида онкологии. На примере рака шейки матки Виктория Белоусова рассказывает, люди могут месяцами жить, не подозревая о болезни, ведь органы могут выглядеть абсолютно здоровыми. Самый великолепный вопрос, который академики и профессора задают практикующим врачам, скажите, пожалуйста, как может выглядеть шейка женщины, которая имеет рак шейки матки. И настоящий ответ на этот вопрос, она может выглядеть как абсолютно здоровый нормальный орган. То есть, женщине не следует ждать, пока у нее возникнут проблемы. Именно по этой причине врачи рекомендуют регулярно посещать специалистов и не заниматься самолечением. Ведь даже немного повышенная температура может обернуться серьезными проблемами. Каждая женщина должна раз в год прийти в лечебно-пропилактическое учреждение со взятием мазков из шейки матки для цитологического контроля, который нам помогает выявить на ранних этапах фоновые придохопухолевые заболевания шейки и ранние стадии уже злокачественных заболеваний шейки матки. Снизить вероятность заболевания раком всегда можно, не пренебрегая профилактическими мерами. Например, никогда не поздно отказаться от курения и алкоголя, начать регулярно заниматься физической активностью и поддерживать нормальный вес тела. Будьте здоровы!